Всем привет! Сегодня поговорим о пистолете бесшумном, сокращенно ПБ, который представлен у нас в игре Escape from Tarkov. Пистолет бесшумный ПБ, индекс ГРАУ-6П-9, был создан в Советском Союзе в 1967 году специально для вооружения групп специального назначения КГБ, Альфа и Вымпел, а также армейской разведки, оснащенный интегрированным съемным глушителем, который был спроектирован на базе пистолета Макарова. Работу над пистолетом вел конструктор Анатолий Арсентьевич Дерягин с НИТОЧМАШ. Однако пистолет Дерягина является самостоятельной системой вследствие многочисленных изменений и переработок механизмов оружия. Оружие использует штатный патрон 9х18, так как затвор кожух сильно укорочен, возвратная пружина размещена вертикально в рукоятке, взаимодействует через качающийся двухплечный рычаг с затвором кожуха. На удлиненном стволе расположена расширительная камера, в которой находится рулон металлической сетки, снижающий температуру пороховых газов, отводимых через отверстия, выполненных по нарезам ствола. В передней части расширительной камеры резьбовым соединением крепится съемная часть глушителя, в которой размещен сепаратор с шайбами, имеющими разные углы наклона, разделяющими и перенаправляющими поток пороховых газов, которые взаимно снижают свою скорость и звук выстрела резко уменьшается. Начальная скорость полета пули составляет 290 метров в секунду, то есть ниже скорости звука, в результате чего пули не создают ударные волны. Пистолет носится особой, специально разработанной для него кабуре, в которой имеется отделение для съемной части глушителя и второго магазина. Автоматика работает по схеме использования отдачи при свободном затворе, ударно-вспусковый механизм куркового типа двойного действия с автоматической постановкой курка на предохранительный взвод. На левой стороне затвора кожуха расположен рычаг флажкового предохранителя при включении безопасно спускающего курок с боевого взвода. На нижней поверхности рукоятки размещена защелка магазина. Позади основания спусковой скобы с левой стороны рамы находится фиксатор щечек рукоятки. Это весьма нестандартное решение, особенно учитывая то, что на месте данной кнопки в новом размещают защелку магазина. За долгие годы службы и по результатам опыта боевого применения ПБ зарекомендовал себя надежным и точным оружием с небольшой отдачей и подбросом при стрельбе. Оружие обладает также и лучшей кучностью при скоростной стрельбе, благодаря большей, чем УПМ в массе. Но при стрельбе с сериями по 5-6 выстрелов их звук увеличивается. Несмотря на массивный глушитель, ПБ обладает хорошим балансом. Пистолет отличается большей служебной прочностью и долговечностью. Известны экземпляры с настрелом в несколько раз превышающими гарантийный и при этом не имеющие серьезных дефектов. В настоящее время пистолет ПБ продолжает находиться на вооружении в своих подразделениях ФСБ и внутренних войск МВД России, но постепенно заменяется более современными образцами вооружения. Пистолет ПБ имеет следующие характеристики. Калибр патрона 9х18 мм ПМ. Длина оружия 170х310 мм. Длина ствола 105 мм. Высота оружия 134 мм. Ширина 32 мм. Масса без патрона 970 г. Емкость магазина 8 патронов. Боевая скорострельность составляет 30 выстрелов в минуту. Прицельная дальность 25 метров. Начальная скорость полета пули 290 метров в секунду. В игре данный пистолет представлен довольно точно. Расхождений со своим реальным прототипом практически нет. Если в реальности пистолет использовался для проведения специальных мероприятий, не использовав открытых столкновениях, то в игре его преимущество, а именно бесшумность, крайне невысоко. Так как задача бесшумного пистолета первым произвести выстрел, поразить врага и остаться незамеченным, в игре задача практически невыполнимая. Так как стрелять данного пистолета на средних дистанциях невозможно. На ближних дистанциях, если с первой пули мы и врага не убиваем, а патрон здесь не самый лучший, хоть и не самый плохой, в емкости магазина нам не хватит, чтобы перестрелять врага в ближнем бою, особенно у которого автоматика. Единственным выходом остается стрелять только в голову, а в голову можно стрелять не только с бесшумного, но и с любого другого пистолета. Если мы врага поражаем с первой пули, то разницы нет, бесшумный у нас был пистолет или не бесшумный. А данный пистолет имеет большие габариты и очень плохие прицельные приспособления. А также данный пистолет в игре стоит достаточно много денег. Но то, что данный пистолет представлен в игре, это уже хорошо, так как в свое время пистолет носил гриф секретно и использовался только специальными подразделениями. И встретить данный пистолет в других играх практически невозможно. Здесь же пистолет представлен максимально приближенным к своему реальному прототипу, как внешним, так и по характеристикам. А то, как играется с данным пистолетом в игре более подробнее, ссылка будет ниже под видео. А на сегодня у меня все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Дальше будет еще интересней. Всем спасибо, всем пока.